Привет, друзья, Ассалют народ! На связи Скульптор, вы в моей маленькой скульптурной мастерской. Я веду этот влог и показываю, как я обустраиваю и обновляю свою маленькую скульптурную мастерскую. И в этом выпуске вас ждет новый бытовой прибор, который появился уже давно у меня в мастерской. И это, как вы видите, нет, не увлажнитель воздуха, а наоборот, это осушитель воздуха. Ребятки, не переключайтесь, я вам покажу все, что о нем узнал. Итак, ребятки, поехали! Друзья, осушитель воздуха. Сколько же в этом корпусе, сколько же в этом названии? Что же он может, что же он делает? В некоторых помещениях, где находятся и проживают люди, недостаточная влажность. И многие покупают себе увлажнители воздуха. У них шелушится, возможно, кожа. Сухой воздух поднимает пыль с поверхности. И частицы пыли постоянно летают в воздухе. Постоянно нужно делать мокрую влажную уборку и так далее. Но в моем случае все, друзья, наоборот. В моем случае процент влажности в помещении составлял 65%. А когда я находился больше часа, больше двух, так как я дышу, выделяется влага, то влажность достигала 75-80%. Это очень много для помещения, где постоянно находится человек. И поэтому я остановил свой выбор на вот таком осушителе воздуха. Тексп. Друзья, это китайская торговая марка. Она делает бытовую технику специально для одной сети с зеленым человечеком. Именно там я купил этот осушитель воздуха. И вы знаете, и по отзывам, и по рекомендациям, и по моему уже личному опыту использования он себя достаточно неплохо зарекомендовал. Давайте я вам покажу поближе, что же это такое. Осушитель воздуха. Конструкция элементарная. Это маленький холодильник. Представляете? Да, маленький холодильник. Здесь у него выход воздуха. То есть поток воздуха идет вверх. Сзади у него находится забор воздуха. Здесь, сзади, он забирает воздух из помещения. Клапан для слива конденсата, который там накопился в нем. Когда, друзья, воздух проходит через вот эту вот сеточку, во-первых, он фильтруется от пыли, от крупных частиц пыли, грязи, волос и так далее, чтобы не забивать внутренние радиаторы. Радиатор внутри охлаждается, как холодильник. Воздух проходит через него. Теплый воздух в помещении и влажный проходит через этот охлажденный радиатор и оседает конденсатом, каплями. Сверху выбрасывается уже осушенный, высушенный воздух. Здесь он выбрасывается в помещение. Конструкция, на самом деле, ну, очень простая, но очень элементарная. Какая сумма, за какую сумму я его взял, я вам не могу сказать, потому что у меня были бонусы. И, на самом деле, я взял витринный образец. Вы можете видеть вот эту наклейку, которая не... Я ее не снял из-за этой наклейки, из-за витринного образца. Я получил еще дополнительную скидку. Ну что ж, друзья, давайте мы, наверное, его включим. Меню, на самом деле, очень простое. Посмотрите, здесь всего лишь четыре клавиши. Включить, осушение, минус, плюс. Если мы нажимаем клавишу включить, он автоматически включается. Мы видим индикатор, мы видим текущий процент влажности. Мы слышим, что включился вентилятор. Поток воздуха дует мне в лицо. Забор воздуха происходит, как я уже говорил, сзади. Вот здесь вот всасывается весь воздух. Сейчас мы видим, что вентилятор разгоняет влажный воздух. И также мы можем пользоваться настройками. Посмотрите, минус. Это наше установленное значение влажности, до которого он будет работать. При достижении 40% влажности он автоматически выключится. Если влажность поднимется на 5%, он автоматически включится. Мы слышим определенный гул. Так достаточно тихо работает этот осушитель. Если мы нажмем кнопку осушения, загорится лампочка. Вот этот диодик с этим индикатором. Это означает, что он будет просто нон-стоп, без остановки, работать на осушение. Мы ее выключим. Да, друзья, здесь еще есть такая функция, как ионизация воздуха. Он, значение, это ионизация воздуха включена. Значение OFF, ионизация воздуха выключена. Что такое ионизация воздуха? Вы можете посмотреть в интернете, но вкратце, это функция, которая положительно заряжает частицы воздуха, выкидывает их нам в помещение, и вся мелкая-мелкая дисперсная пыль как бы прилипает к этим частицам и начинает оседать. Если я правильно понял, если я правильно вам рассказал. Но лучше посмотрите еще в интернете, что конкретно означает эта функция. По третьему индикатору, друзья, третий индикатор показывает нам емкость. Здесь также имеется емкость для слива конденсата, вот с таким окошечком, шкалой. Мы видим, что сейчас емкость наполовину уже наполнена влагой. Той влагой, которую собрал осушитель воздуха. Примерный объем этой емкости, наверное, литра 4. Сейчас, чтобы достать эту емкость, я выключу осушитель воздуха. Достану емкость. Она выдвигается совершенно просто. Теперь посмотрите. Загорается индикатор и ошибка. Это означает, что емкость отсутствует. То есть осушитель воздуха не может увидеть емкость. Сейчас я солью конденсат и поставлю емкость обратно. Также здесь имеется, посмотрите, вот такой вот поплавок. Когда поплавок поднимается, соответственно, он нажимает какой-то контакт. И осушитель воздуха автоматически выключается. И снова загорается вот эта диодная лампочка. Она сигнализирует нам, что пора вылить конденсат. Конденсат весь я слил с емкости. Она теперь пустая. Нужно ее желательно, конечно же, промыть, потому что там оседает пыль, которая попадает через фильтр. Так, теперь мы ее закрываем. Это нужно делать двумя руками. Одной рукой мне не совсем удобно. И, посмотрите, мы закрыли емкость. Индикация пропала. Теперь мы можем снова включить осушитель воздуха. Осушитель воздуха продолжает работать. Ребят, вот такой вот осушитель воздуха сейчас находится у меня в мастерской. Я несказанно рад, конечно. Я, вот он, кстати, включился. Вы слышите, он работает как маленький холодильничек. Я несказанно рад, что сейчас у меня влажность в помещении от 40 до 48%. Это вполне подходящая влажность и для нахождения здесь, и для работы в мастерской, и для техники. Это компьютеры, мониторы, это станок фрезерный, это 3D принтер, это стабилизаторы и другая мелкая бытовая техника, такая как стиральная машина, вытяжка и так далее. Поэтому без данного прибора именно в моей местности, в моих условиях я бы не обошелся никак. Так, потребление данного прибора сейчас составляет 180 ватт в час, 200 ватт в час примерно, 180-200 ватт в час. Работает он в автоматическом режиме, но у него также есть минусы. Минусами является то, что эта модель, эта самая младшая, самая бюджетная модель из всей линейки, она не подключается к Wi-Fi и у нее нет удаленного доступа. А было бы очень и очень удобно подключить его к Wi-Fi и удаленно включать или отключать данные осушителя воздуха, смотреть влажность помещения и так далее. Но на этот случай у меня есть монитор качества воздуха с удаленным подключением. Друзья, спасибо нашим соседям китайцам, что обеспечивают нас всевозможного рода бытовой техникой. Ну что, я на этом хочу с вами попрощаться. Смело могу рекомендовать данный осушитель воздуха для помещений до 20-25 квадратных метров. Он прекрасно справляется со своей функцией в ручном режиме, без дополнительной автоматики, без дополнительного подключения к умному дому, к Wi-Fi и так далее. В ручном режиме воткнули в розетку, выставили значение на осушитель воздуха и он его придерживается. Хотите включить нон-стоп работу, эта функция здесь есть. Хотите подключиться удаленно к нему, нет, этой функции здесь нет. На это все, друзья. Пишите свои комментарии, вот так вот ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Впереди у нас еще очень много интересного. Всем счастливо, берегите себя, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok